Морской бой. Это сервер в GTA Sam, но не обычный, ведь все действие происходит в сражении с другими людьми на лодках. Корабли, как и самого персонажа, разумеется, можно кастомизировать. Есть и квестовые NPC, которые имеют около 80 вариантов репли. Непосредственно на самом поле боя присутствует многообразие лута, от оружия до различных регуляторов. В зоне боя расположен остров с постройками, которые, внимание, разрушаются. Что может сыграть вам на руку при активных боевых действиях. А для полного погружения в атмосферу у разработчиков в группе ВКонтакте есть авторские заменки, которые вы можете поставить и наслаждаться игровым процессом. Забыл сказать самое главное. На сервере нету доната. Вообще никакого. Поэтому, если интересно, то вся информация в описании. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Выпуски новостей, в которых много информации и, как следствие, много этих самых новостей, которые я обсуждаю, они набирают очень мало просмотров. И, к сожалению, я не понимаю почему. То есть, если я возьму одну новость и буду на протяжении 8 минут обсасывать ее, пересказывать историю всего проекта, рассказывать о том, какой там онлайн, рассказывать, как у меня прошел день и все прочее, то в целом, типа, ну, это будет, как я понимаю, неплохо. И всем это зайдет. Но если я возьму несколько новостей и более-менее лаконично их распределю по всему времени видеоролика, чтобы ролик там вышел на 8, на 9 или на 10 минут, то, разумеется, данный видеоролик соперет меньше просмотров. Почему так происходит, я не понимаю. Ведь, по сути, новостей задействовано больше, и люди охотнее должны все это смотреть. Поэтому я вообще без понятия, почему происходит нечто подобное. Однако, ладно. Если вот вы, вам, конкретно вам, вот, человеку, который смотрит данный видеоролик, нравится, когда новостей много, то, разумеется, напишите об этом в комментарии. Или напиши, если ты, допустим, один, или, там, я не знаю, еще вот какие-то прочие вещи сделать. Потому что я уже просто не знаю, что мне делать. И, я без понятия. Вот, то есть, и, есть, и, ладно, ладно, все, я не хочу больше ничего говорить. Поэтому, все, давайте просто начнем уже со всех новостей. С тех новостей, на которых мы остановились в прошлый раз. И, кстати, посмотрите предыдущий видеоролик, в котором было очень много новостей. Я не помню, как он назывался. А там, что-то, Just Russia, полный провал в GTA, Crane, Pandroid. Там, что-то, а как же, онлайн-рп или вроде того. Посмотрите, потому что ролик получился неплохим. И, там, даже превью такое, ну, по крайней мере, мне нравится. Оно немного не в моем стиле сделано. Но, тем не менее, посмотрите, оно, сам ролик, вернее, вышел неплохим. Рекламная интеграция Барвихи засветилась на канале Mandarin News. Я не особо... Ну, то есть, понимаете, в чем дело? Я на YouTube с 2013 года. Всех знаю, на всех подписан. Но, почему-то, вот, в последнее время появляются просто такие люди, которых... Я вот вообще... Откуда они появляются? Что они... Что они вообще снимают? То есть, я не понимаю. И чаще всего это вот именно, что какие-то фуд-блогеры. То есть, абсолютно бесполезные куски говна, которых непонятно вообще, кто смотрит. То есть, того же самого Ванзая без проблем можно посмотреть. Но все остальные фуд-блогеры, это просто... Они либо, блядь, в Макдональдсе жрут, либо повторяют рецепты из Макдональдса, либо, там, я не знаю, в монополии от Макдональдса участвуют. То есть, вот, три ветви развития контента у них. Я не знаю, почему так происходит, почему все настолько хуёво. Тем не менее, вот, и тут этот самый Мандарин Нью. Это, видимо, Ньюс, там, Нью, так далее. Это, видимо, какой-то тоже фуд-блогер, который, ну, хуй пойми вообще, что такое Барвиха, вот, в частности, стала закупать рекламу у всех вот этих вот фуд-блогеров. На что она надеется? Она, наверное, думает, что игроки, там, Барвихи, вот, или те, кто хотят играть на Барвихе, они, возможно, там, я не знаю, голодные, хотят поесть или вроде того. То есть, у меня предположений по этому поводу нет. То есть, вот, есть Барвиха, есть рекламная интеграция, и они её покупают почему-то. И есть рекламная интеграция, вернее, и они их покупают почему-то у фуд-блогеров, у блогеров по еде. Мне непонятно, почему так происходит. Однако, ну, давайте перейдём к следующей новости, потому что тут уже, разумеется, всё, всё, да, до свидания. Барвиха показала новую BMW M4. И тут нас спрашивают, BMW или Mercedes. Вот тут можно развить такой, знаете, очень большой трактат на тему того, что BMW, это вот для каких-то, вы прям, знаете, что ли, детей, которые, вот, я не знаю, хотят как-то вот... Типа, BMW, это же что такое? Это вот какие-то такие гоночные, спортивные, или вообще, ну, какие-то такие вот автомобили непонятные, да. То есть, ну, такое себе, вот в последнее время. Даже вот сейчас посмотрите, если вот то, что вообще добавило барвиха, то это типа BMW M4, и тут оно прям выглядит тоже какой-то, блядь, гоночный болид. Сука, я не понимаю, что это такое. А если мы берём Mercedes, то там, то есть, там прям, знаете, машина для таких состоятельных людей. И поэтому, ну, типа, я думаю, выбор тут очевиден, Mercedes. У меня даже, если кто-то мало ли не знал, я могу на стриме показать, если вот я в скором времени буду стримить, у меня на ключах значок Mercedes. Mercedes, это прям, знаете, как вот, я, может быть, прикреплю сюда фотку, хотя зря сказал, теперь тем более не прикреплю, чтобы было так, знаете, смешно. Такой типа, блин, я сказал, что прикреплю, а на самом деле не прикрепил, вот, и вообще посмеёмся, жесть. И там у меня, знаете, прям значок Mercedes, вот, на ключах от квартиры, от дома, от всего прочего. То есть, вот, я прям вхожу, это так ровло, ужасно ровло, потому что Mercedes прям вот, ну, в душе, вот, знаете, Гелендваген, что у них там ещё есть. Ну, новый Мерин, Моргенштерн, там, вот это вот всё прочее, ну, сами понимаете. А сама моделька, градиент, как вы понимаете, мне не очень нравится, хотя такой лаймовый, может быть, и неплохой. Бля, вот цвет как-то падает всегда вот в этих их 3DS Max, как они там всё это делают, как там всё это происходит, ужасно. То есть, как падает свет, это просто, это уже сделаете что-то с этим светом, потому что, я не знаю, вот, мне хочется просто взять и обоссать эту модельку, потому что, блядь, ну, я не понимаю, или обосрать, да, вот, на видео, чтобы там сказать, блин, да как же вы это делаете, что же вы такое вообще творите-то, суки. Ну, это же вообще, это же невозможно, блядь, зачем, нахуя, для кого, что вы делаете-то, вы сами понимаете, для кого вы это делаете? Вот, лично, я не понимаю, для кого вы всё это делаете. Ну, типа, модельку, модельку, там, добавят и добавят, типа, ладно, какая мне-то со всего этого разница, там, игрокам Барвихи РП надо обо всём этом заботиться, а так, в целом, типа, ну, 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 ладно, типа, есть, есть. Барвиха показала скины молодожёнов, а также скин священника. Почему-то мне кажется, что нечто подобное они уже добавляли, может быть, это был другой проект, вот, похожий на Блэк Рашу и на все вот эти вот прочие проекты, но почему-то, вот, прям, знаете, мне максимально, вот, кажется, что, вот, я уже рассказывал об этом, почему, я не понимаю, блядь, и платье у невесты белого цвета, оно сливается с фоном, пиздец, сейчас хуй вырежешь, блядь, хотя, какой бы они фон ещё могли добавить, потому что священник чёрный, тут, блядь, придётся вручную сидеть, вырезать для превью всё, это, блядь, ужасность, сука, Барвиха, если вы в следующий раз будете делать, делайте на зелёном фоне, я не думаю, что у вас персонажи будут в какую-то зелёную одежду одеты, надеты и так далее, то есть, я не понимаю, блядь, ну что же это такое, сука, пиздец, то есть, ну, в целом, давайте разберём слева у нас скин священника, бля как бы ничего плохого сказать не хочу, да и не буду её вообще никогда, то есть, не выводите меня, если что, на всё это, потом скин невесты, вот, кстати, скин невесты проработан, так, знаете, прям вот круто замечать, мне прям вот невеста нравится, я бы сам на такой, наверное, вот вышел замуж, так, и скин вообще мужчины, вот такого, знаете, молодожёна и так далее, вот он выглядит, ну, как, блядь, какой-то, то ли хуёвенький актёр из Голливуда, то ли такой, знаете, неплохой актёр из порно, то есть, ну, всё, вот эта вся характеристика, которую можно дать вот всем этим скинам, на Бревиха РП, как у нас по итогу получилось? Две новости с одного проекта и одна новость, немного, так, знаете, отстранённая от всего этого, хотя, подожди, у нас же, или у нас три новости получилось с одного проекта? А, у нас три новости получилось с одного проекта, реклама Бревиха РП, потом новая машина на Бревиха РП и потом скины на Бревиха РП, вот как легко, ловко, легко и ловко получается, потому что они заплатили за три поста подряд, которые идут, я их обсудил, и по итогу у них двойная реклама, вот я понимаю, хотя, чтобы не было рекламы, Я скажу, что борьбиха это прям полная фигня, полное говно Вот, если хотите, чтобы я вот извинился за эти слова, заплатите мне деньги Вот так вот Если вам понравился такой вот, знаете ли, выпуск новостей Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Потому что я не могу 5000 ёбаных подписчиков добить Сука, остаётся совсем чуть-чуть и какой-то долбоёб Отписывается, подпишитесь все, пожалуй, мне чуть-чуть осталось до 5000 подписчиков Однако ладно, Резона, Руэлли Плей Феникс Айпи, а также мой никнейм Данте Коннор А также вся последующая информация, которая вам будет нужна Она находится в описании данного видеоролика Всем спасибо за просмотр данного видеоролика Там же в описании, кстати, есть ссылочка на мой телеграм-канал Если кого-то заинтересует, если кому-то надо Заходите, подписывайтесь, посты там почти каждый день До свидания и пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин